В Москве состоялся итоговый форум действия Общероссийского народного фронта «Россия, устремленная в будущее». За два дня на площадках Крокус-экспо в форуме приняло участие более 4 тысяч человек. Это активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти и журналисты. О том, какие решения были приняты, над чем еще предстоит работать и что в качестве новогоднего подарка от ОНФ получат 20 регионов России, расскажет моя коллега Мария Владимирова. Форум ОНФ «Россия, устремленная в будущее» – самый большой и значимый в истории Народного фронта. Два дня фронтовики и федеральные чиновники обсуждали реальные проблемы страны и вырабатывали их в пути их решения. Название нашего форума «Россия, устремленная в будущее» мы действительно хотим увидеть всей страной. Какой мы хотим видеть Россию через 2, 3, 5 лет. Мы хотим предложить президенту, администрации президента, правительству огромное количество наработок наших экспертов, активистов Общероссийского народного фронта. И все их мы надеемся опубличить, конечно, лидеру движения, президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Обсуждение проблем прошло сразу на шести тематических площадках форума. Одной из самых популярных в год экологии в России стала площадка «Экология будущего. Устойчивое развитие». Впрочем, несмотря на то, что год экологии завершается, большая работа в этом направлении только в самом начале своего пути. Один из проектов, который эксперты уже называют удачным – генеральная уборка «Интерактивная карта свалок». Когда мы начали анализировать ситуацию с реформой мусорной отрасли, которая предполагала создание декоративных схем обращения с отходами, выбор региональных операторов, определение тарифов, мы увидели, что ситуация очень сложная. И в прошлом году, примерно в это же время, на форуме действий мы информировали нашего лидера. А он в ответ сказал, что, наверное, было бы неплохо шире опираться на мнение неравнодушных граждан, вовлекать их в выявление того огромного числа, а мы тогда еще не представляли, сколько на самом деле незаконных свалок по нашей стране, для чего было предложено подумать о создании некого геоинформационного ресурса. И мы буквально через несколько месяцев разработали проект, который называется «Генеральная уборка». За время реализации проекта фронтовиками принято 16 тысяч обращений от граждан, взято в работу более 7 тысяч заявок, ликвидировано более 7,5 тысяч свалок. И эта работа будет продолжена, в том числе и в арктической зоне. Ведь только в Ненецком округе отмечено около 200 объектов складирования мусора, половина из которых накопленный экологический ущерб. Это то, что когда-то оставили военные, работники гидромедслужб и нефтяники. Для систематизации работы в данном направлении ненецкие фронтовики на форуме выступили с предложением. В следующем году сделать полную инвентаризацию мест накопленного ущерба в арктической зоне, для того, чтобы понять, какой мусор у нас в Арктике существует и что мы должны убирать. Потому что эта работа, несмотря на то, что было много поручений, она не была выполнена. Еще одно предложение Ненецкого округа, которое также было озвучено на площадках форума, касается усовершенствования проекта ОНФ «Карта свалок». Как наш опыт показал, опыт Ненецкого автономного округа, где объектов живых каких-то поселков, то есть ориентиров, так скажем, на карте ориентиров очень мало. То есть если в центральной части России отметить место расположения на карте свалок довольно-таки просто, у нас таких ориентиров очень мало. То есть у нас река, озеро, ни леса, ни населенных пунктов, ничего нет. И у нас возникают проблемы как раз по локализации этих объектов на карте. То есть мы выступаем за предложение модернизировать портал, сделать доступ к координатам, и чтобы вводить точки не тыкая на карту курсором мыши, а вводить через координаты. Лидером в реализации проекта «Генеральная уборка» является Татарстан. За 11 месяцев этого года в республике было выявлено более 500 несанкционированных свалок, 416 из которых или 75% уже ликвидировано. Там, где десятилетиями в республике были зловонные кучи мусора, теперь растут деревья. Где-то после рекультивации сделаны зоны отдыха. Впрочем, республика Татарстан не единственная в списке регионов, где к реализации проекта подошли с полной ответственностью. В рамках форума Общероссийский народный фронт подвел итоги реализации проекта «Генеральная уборка». Те субъекты, которые успешно справились с поставленной задачей, а это Ростовская область, Краснодарский край, Республика Морел, Кировская, Томская, Рязанская, Тульская области, Республика Татарстан, Новосибирская область и Московская область в качестве подарка к Новому году за успешную реализацию проекта получат вот такие замечательные венники. Ну а те регионы, которые провалили проект, вот такие метлы. Но не как намек на то, чтобы убраться из проекта, а как намек на то, чтобы наконец-то навести порядок на своих территориях. «Генеральная уборка» в стране продолжится не только за счет ликвидации свалок. В этом направлении еще масса других амбициозных проектов. «Комфорт» – это не только то, что окружает, это и то, в каких условиях проживают граждане. В текущем году запущен проект «Комфортная городская среда». Продолжается реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов. Наряду с созданием «Комфортной городской среды» необходимо параллельно в тесной связке развивать и доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Немало предстоит еще сделать и в создании комфортных и, самое главное, безопасных дорог в рамках проекта ОНФ «Дорожная инспекция карты убитых дорог». В настоящий момент на карту убитых дорог нанесено 25 тысяч участков, требующих ремонта. Порядка 10% уже отремонтировано. 15% дорог подверглись ямочному ремонту. 10% заложено на ремонт в следующем году. Продолжены будут и другие проекты ОНФ. Например, касаемые медицины. Качество медицинской помощи, ее доступность, поддержка семьи и детей. Эти темы стали ключевыми в рамках рабочей площадки «Медицина будущего здравоохранения». В области здоровья сбережения уже сделано немало конкретных шагов. Какие именно, не просто рассказывает, а показывает компания «Медицинские информационные решения». Это два абсолютно бесплатных мобильных приложения, как для врачей, так и для пациентов. Справочник врача – это помощник в принятии взвешенных клинических решений, поясняют разработчики. За три года приложением стали пользоваться более 330 тысяч специалистов. В нем сегодня интегрировано более чем 150 медицинских калькуляторов, справочные данные, доступ к Федеральной электронной медицинской библиотеке, доступ к крупнейшей базе на иностранных языках ПАБМЕД, уникальные справочники, разработанные совместно с различными медицинскими организациями, и плюс новостная лента о последних достижениях медицины. И применение такого приложения позволяет доказанно уменьшить время приема специалиста и увеличить скорость принятия клинического решения. Использовать данное приложение врачи могут, находясь даже в самой отдаленной глубинке, включая и поселение Ненецкого округа. Главное – наличие интернета. О цифровой стороне на форуме ОНФ говорили на еще одной площадке. Цифровая сторона – новая модель взаимоотношений между государством, гражданином и бизнесом. Общественный контроль в сфере государственных закупок и технологического развития страны. Эти темы легли в основу повестки заседания. Тема площадки экономики связана именно с цифровой экономикой. На мой взгляд, это именно то направление, которое бы позволило нам сделать значительный шаг вперед, поскольку цифровизация всех этих процессов экономических – это по признанию всех экономистов и всех лагерей, всех направлений – это тот резерв, который Российская Федерация еще не исчерпала. Цифровая Россия – это не только экономика. Например, московские школьники благодаря современнейшим разработкам уже забыли, что такое писать на доске мелом или показывать указкой, где находится та или иная страна на карте мира. Проект «Московская электронная школа» является частью проекта «Российская электронная школа». В этой уникальной программе заложен весь курс образования школьников с 1 по 11 класс и по всем предметам, например, по географиям. Прекрасно! Найдите полуостров Малайзии решительным движением. А где? И мы там уходим на полуостров Малая Азия. Где? Чуть-чуть севернее. Стоп! Физика царицы нам помогла. Дальше. Крупнейший, да, один из крупнейших поставщиков урана на мировой рынок. Наш ближайший сосед, который мы арендуем космодром Байкону. Вот это? Браво! Это Казахстан. Вот видите, как все здорово. Это куда-то вот сюда, да? Подходите, мы сейчас всех научим, все вопросы. Вот так, да. Прекрасно! Данный урок, он рассчитан на некое расширение представлений вообще о географии, вот неком нелинейном ее изучении. То есть на развитие мышления, на развитие образного мышления, на развитие логического мышления, на развитие представлений вообще об окружающем мире не на предметном уровне, а на уровне, ну, как принято называть, меж- и метапредметных. О инновационных образовательных методиках фронтовики говорили на площадке образования будущего. Участники отметили, заложить современные образовательные стандарты в старую форму не получится. Учителя школ должны осознать, что модель начальник-подчиненный в общении с учеником – это изживший себя архаизм. В школьной педагогике необходимо расставить новые приоритеты – воспитание целеустремленности, самостоятельности и индивидуальности. Это позволит сформировать партнерские отношения между учителем и учеником и в результате подготовить конкурентоспособного выпускника. Сейчас общая нагрузка, включая внеклассную, на учеников старших классов доходит до 60 часов, что негативно влияет на их психическое и физическое здоровье. Участники обсуждения предложили актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты. Следует сократить объемы домашнего задания для средней школы и отказаться от домашних заданий по непрофильным предметам для старшей школы. Мы вооружимся знаниями, будем их реализовывать в нашем регионе, преодолевать скептиков, потому что на сегодняшний день я убеждена, что Россия, устремленное будущее, зависит от нас, от нашей активности, от нашего желания, от нашего оптимизма. Второй день форума – действий, кульминации всего происходящего. На рабочих площадках подвели итоги всех обсуждений и собрали десятки конкретных предложений, которые фронтовики передали главе государством. Владимир Путин прибыл в Крокус-экспо на место проведения форума в 13 часов. Он поблагодарил фронтовиков за проделанную работу, отметив, что впереди еще много совместных дел и проектов. Все мы, от мала до велика, как говорят в нашем народе, все мы должны помнить, что Россия, наш народ, по сути, все наши семьи прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории в предыдущем веке. Через революции, войны, кардинальные изменения всего жизненного уклада. Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Беречь все, даже то скромное, чего мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми. Чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества. Я вижу в этом и нашу общую с вами задачу, и, конечно, свой личный долг и гражданскую ответственность, и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты Российской Федерации. Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, и все зависит только от нас. Спасибо вам большое за поддержку. Удачи. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Москва, Крокус-Экспо.